А мы продолжаем наш вечер финишной комедии. Дай, следующий год, на этой сцене он с особыстностью, он плохо видит. Он сейчас видит, он все и сам расскажет. До следующего, на этой сцене под ваши аплодисменты, сами шагаем вам аплодисменты. Всем привет, как вы не видел, здрасте. Я комик с особенностью, у меня сифилис. Шутка. Я не вижу, вот. Знаете, чем похож я и картошка? И у меня у картошки есть сглазки, но они нам нахуй не нужны. Знаете, сейчас молодые мамочки ставят на фото с ребенком стикер, чтобы ребенка не сглазили. У меня мама такого не поставила. Что, я массажист, вот, и знаете, иногда ко мне люди приходят на массаж, и они очень хотят жесткий массаж. Давай, ломай меня, ты хочешь ломать меня? Я такой, давай тебе табуреткой переебуй, и ты уйдешь от седа. Учился три года на массажиста. Помню, как-то лежал на парах, мне одногруппник делал массаж ягодиц, и я так напрягся, знаете. Мне препод говорит, Александр, что вы так напряглись? Это же просто мясо. Такой, просто мясо ты себе в суп кладешь, блядь, это жопа моя. Ведь со стороны это выглядит, как будто он меня готовит к чему-то большему. Я такой думаю, да пальцы у меня уже расходят. Да, учился на массажиста, и мы когда сдавали экзамены или зачеты, у нас были чек-листы, вот, там нам объясняли, нужно было объяснить, как нужно общаться с пациентом, а это звучало так, типа, здравствуйте, я Шагаев Александр Васильевич, ваш медбрат по массажу, представьте, пожалуйста, назовите свою фамилию, имя, отчество. Такой, думаю, в какой больнице, блядь, так общаются? Обычно ты приходишь, тебе говорят, здрасте, штаны снимаете. Я к экулисту пришел. Какой глаз ты мне хочешь проверить, сука? Да, принимаю людей на массаж, вот, и мои соседи об этом не знают, и когда приходят женщины, они такие, о, нихуя, Санек-то преуспел, как. Но потом ко мне начали приходить взрослые мужчины, и у соседей появились вопросы. Пришел один такой старичок, они такие, ну, возможно, это дед, да. Потом пришел второй, он такие, ну, два деда в целом тоже нормально. Пришел третий дед, он такие, ну, он точно трахается там. Учился на массажиста, и, знаете, я был и массажистом, и пациентом. И когда ты массажист, и у тебя в паре красивая девушка, это очень трудно. В любой момент можно словить стояк жесткий. И, да, и ты пытаешься, скрываешь это как-то. И у меня была такая ситуация, девушка лежит на кушетке, и у нее руки вдоль туловища, вот так, ладонями вверх. И получается так, что я член прям в руку, бамс, вот так, бамс. Мы продолжаем делать вид, что ничего не произошло абсолютно. Я делаю ей массаж, говорю, у тебя вот тут напряжено. Он такая, у тебя вот тут, и щелба у меня, бамс. Живу один, знаете, передвигаюсь тоже, стараюсь один везде ходить. Есть вот эти люди, которые хотят помочь, но сами не знают, куда идти. Здрасте, мне вот надо пройти на улицу Ленина. Они такие, ну, сейчас налево, потом чуть линее, чем налево, на 360 градусов. Делаешь сальто. Да, спасибо, хотя он на Ленина попал под машину. Я сам из деревни, и там особо нет никаких ориентиров. Единственный ориентир, когда ты идешь, натыкаешься тростью на алкашинку. Пошел нахуй! Я такой, ну, здесь налево. Прямо упадешь в синюю яму, упадешь. Еще жирный получился. И у меня есть толстые друзья, они говорят, ну, мы начинаем худеть, когда не видим члена. Я такой, да, мне как быть? Вообще понял, что толстой девушкой быть проще, чем парнем. Потому что у них есть там модели XSL, различные показы. У пацанов нет такой. Единственное, что кажется круто, это борьба с умой. Но я слышу комментарии от людей, ни хуя себе пельмени слепились в адре. Что, верьте в любовь с первого взгляда? По-моему, хуйня какая-то. Я живу один, ищу себе девушку. И попадаются вот эти девушки, которые... Ой, я сумасшедшая. Я такая сумасшедшая. Я люблю, когда мой парень меня забирает в 3 часа ночи, и мы едем в Чебоксары. Ебать ты крэйзи, конечно. Просто ты не сумасшедшая. Ты была бы сумасшедшая. Если мы ехали вместе, я был за рулем. Ищу девушку, приходится переписываться. Я не очень люблю переписываться. И каждый день это одно и то же. Привет, как дела? Привет, как дела? Я решил как-то разнообразить наш диалог. Один день пишу привет, как дела? Второй день пишу привет, рыбий жир. Пробовала? Попробуй, разъем. Больше не общаемся с ними. Помню, знаете, как-то пригласил девушку на свидание. Мы сидим где-то в ресторане. Я ей говорю комплименты. Знаешь, вот если бы я сейчас увидел, я, скорее всего, опять бы ослеп. Ты очень красивая. А знаешь, как я это понял? Потому что только у красивой девушки может быть такой красивый голос. Она просто сидит, живет. Рядом парень сидит ее, прикиньте. Шепчет ей на уху что-то, типа, да, ну не так уж и плохо. Он такой, вкусный, гадан. Что я не вижу, у меня все озвучивается. Телефоны, компьютеры. Вот, я помню, был как-то семейный ужин, собрались все родственники. Я забыл заблокировать экран телефона. И мне приходит уведомление. Наталья, три километра от вас. Любит жесткий анальный секс. И мама такая, ну это невестка у Санька новая. Я теперь, когда с мамой говорю, привет, мам, я у Наташи. Она такая, ты что там, боб-строитель, опять глину месишь, блядь. Я говорю, нет, мама, я хочу быть как Стивен Хокинг, изучая черные дыры. Что, я не вижу и езжу на такси довольно часто. Вот, помню, ехал на такси, водитель остановил меня чуть раньше, чем дверь подъезда. Я вышел из машины, иду прямо, натыкаюсь на окно и почувствовался вот этой тупой птичкой, блядь. Которая не может попасть внутрь. Прикиньте, как в ахуе люди за окном. Че ты хочешь, жирная? И на улице ночь, темно, тишина. Вот, слышу шаги, кричу, помогите, помогите, пожалуйста. Ко мне подходит мужик, такой, че, че такое? Че случилось? Я говорю, помогите, я слепой. Он такой, че, солевой, сука? Я говорю, помогите, я слепой, я не вижу. Он такой, все хорошо, вот, мы идем к подъезду. Я нащупал перила, я такой, все, это мой дом, дальше я сам зайду. Он такой, а че ты, сын? Давай я к тебе зайду домой. Я думаю, ну зачем? Он такой, ну пожарю что-нибудь, себя или картошку. Вы же все равно ничем не отличаетесь. Так, у меня на этом все. Всем пока, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok